Я очень рад новой встрече с вами, с новой темой, которую я назвал так. Не начинайте свой путь без благословения Отца. Для начала давайте посмотрим Бытие 27 главу. Это история о том, как Исаак благословляет своих сыновей. Исаак сказал Отцу своему, «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал, «Неужели ты не оставил мне благословения?» Но Исаак сказал Отцу своему, «Неужели, Отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, Отец мой». И возвысил Исаак голос свой и заплакал. Я намеренно обратил вас к этому драматическому эпизоду, когда благословение пришло на голову того, кто не должен был его получить. Исаак сказал, «Неужели, Отец мой, у тебя одно благословение?» Исаак не был очень склонен к духовным вещам, но он понимал, что ему нужно благословение своего пожилого отца для того, чтобы правильно вступить в жизнь. Продолжаю читать вместе с вами, и хотелось бы теперь обратить внимание на Иакова. Он получил благословение, но он был обманщиком, и Саам был сильно обманут. Бог нашел его, и в какой-то момент он получил благословение, то есть его жизнь, была в корне преображена. Он получил новое имя. Иаков стал Израилем. Давайте откроем Бутие 48 главу с 14 стиха. Израиль, то есть Иаков, простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Монассии. Ефрем и Монассия — это сыновья, которые родились у Иосифа в Египте, то есть Израиль и Иаков был в Египте в это время. С намерением положил он так руки свои, хотя Монассия был первенцем. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред Которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех, да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих, Авраама и Исаака, и довозрастут они во множество посреди земли». Это сильное благословение, которое Иаков дает своим потомкам. Он благословляет своих детей, 12 сыновей, но и также внуков, о которых здесь идет речь. Итак, крайне важно было, чтобы благословение передавалось патриархами по следующим поколениям. Они понимали необходимость благословения, которое на самом деле было Божьим, но передано через патриархов. Они нуждались в этом для того, чтобы хорошо начать свою жизнь, чтобы быть успешным в жизни. Благословение должно было их сопровождать. Некоторые думали, что обойдутся без благословения. Например, блудный сын из Евангелия от Луки. Он больше не хотел жить дома, больше не хотел видеть отца, он хотел жить своей жизнью и ушел с наследством. Он забыл что-то очень важное. Оставляя своего отца, он оставил защиту. Он также оставил благословение. Он ушел не с благословением, а с разрывом внутри семьи, с разногласием. Это было для него потери во всех отношениях. Об этом вы можете читать в Евангелии от Луки 15 главе. Но в какой-то момент он начинает размышлять. Он уходит в себя, будучи на самом дне. Он осознает, что может умереть. Он говорит себе, «Мне нужно вернуться к Отцу. Мне нужно вернуть то, что я потерял, и получить то, что я на самом деле не получал. Во-первых, мне нужно просить прощения, покаяться. Затем мне нужно получить это драгоценное благословение для того, чтобы начать жизнь заново». Друзья, я хочу вам сказать, что Бог страстно желает возложить на вас руки, дабы благословить вашу жизнь и все сферы вашей жизни. Для этого нужно прийти к Нему в смирении, с верой принять то, что Он желает дать по Слову Своему. Удивительно то, что сам Иисус нуждался в этом благословении для того, чтобы хорошо начать свое служение. Это слово меня всегда вдохновляло. В Евангелии от Матфея говорится о том, что когда Иисус крестился, когда Иисус находился в центре воли Божьей, принимая крещение, небеса открылись и прозвучал голос Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как бы я хотел, чтобы каждый из вас, слушающих Меня, могли получить и услышать внутри вашего сердца, что Бог Отец любит вас? Он возжелал вас, избрал вас. Вы многоценно в Его глазах и занимаете особое место в этом мире. Он избрал вас, чтобы сказать вам, «Ты Мое Дитя, Я люблю тебя, благословляю тебя и в тебе Мое благоволение». Иисус принимает это благословение, одобрение и вдохновение еще до того, как начать свое служение, прежде чем творить дела, и лишь только, потому что Он Сын. Слишком много христиан живут словно сироты. Это люди, которые, возможно, активны, но они делают многое без благословения Отца. Они подобны сиротам. Сироты — это те, кто страдает от отсутствия родителей. Они внутренне или неосознанно страдают из-за отсутствия Папы. Бог желает это изменить. Он хочет дать вам благословение совершенного Отца. Всегда пребывающего рядом. Библия говорит, «Если Отец или Мать оставят вас, Я соберу вас». Это отцовское благословение. Запомните его. «Каким бы ни был ваш земной Отец, какое счастье Он не подарил бы вам или какие страдания вы бы не приняли от Него, Небесный Отец возмещает все. Он заполняет пустоту и исцеляет все сердца. Сирота ведет себя так, будто у него нет уверенности, безопасности, рамок. В его жизни нет стабильности. Ему сложно получить исцеление, потому что любовь Отца есть источник исцеления. Поэтому обратитесь к совершенному Отцу сегодня и получайте его благословение. Ни один человек не способен делать то, что может делать совершенный Отец. Ни у одного из нас не было абсолютным совершенного Отца, но Он, Небесный Отец, есть совершенный Отец. И завершаю я четырьмя короткими пунктами, которые помогут вам лично сделать шаг. Во-первых, вы должны стать чадом Отца. Мы не рождаемся детьми Небесного Отца, но мы должны прийти к Нему и иметь жажду по Нему. Мы должны жаждать соединиться с Ним, получить прощение и примириться с Ним. «Отче наш, сущие на небесах», — так говорил Иисус. А знаете ли вы этого Отца? Станьте чадом Божиим, говоря Ему в молитве, «Господь, я прихожу к Тебе такой, какой я есть». Я знаю, что Ты, приходящего к Тебе, не изгоняешь вон. Я принимаю Тебя как своего Бога, принимаю Иисуса как своего Спасителя. Я благодарю Тебя, Иисус, за кровь, которую Ты пролил, чтобы простить меня и очистить меня. Благодарю Тебя за Твое совершенное спасение на кресте. Итак, вы должны стать чадом Отца. Вам нужно преодолеть несовершенство вашего земного Отца, который, возможно, многое не дал вам. Теперь вы должны просить откровения о небесном Отце, затем получить Его благословение. Наконец, сами передайте то благословение, которое Бог вам доверил более молодым. Итак, пусть это послание, которое, мне кажется, столь важным, сопровождает вас в течение сегодняшнего дня. Не забудьте о том, как важно передать благословение. Пусть Господь благословит вас прямо сейчас, и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова